так всем привет в этом видео я покажу как буду менять одну из стоек заднего стабилизатора на автомобиле kia karen's второго поколения ну то есть все понятно для начала поддомкрачиваем ставим козлик и снимаем колесо там где будут проводиться работы колесико естественно кладем под автомобиль так что мы видим я добавил освещение сейчас вот интересующая нас стойка стабилизатора здесь похоже в ней silent block он ну все ему хана вот сам шарнир вроде бы еще нормальный но она задевает и на кочках она естественно уже стучит вот у меня новая запчасть japan parts также как и спереди сделано за пределами с хотя тут написано что италия но им италия это просто как говорится импортер вот получается такая стойка то есть она должна встать вот туда вот так вот вот давайте уже ее поставим но для начала смажем все тут например в дэшечкой там или специальным средством для снятия ржавых полтов тут у нас все ржавое так вот получается у меня там находится гаечный ключ на 15 который блокирует нам шарнир вот а гаечным ключом на 14 я выкручиваю гайку вот так вот получается сперва мы снимем его снизу а потом будем думать как мы будем снимать его сверху там тоже все при ржавела и вы дышите то бы еще надо добавить здесь уже все немного осталось уже вручную выходит получается гайка и сейчас мы уже можем вытолкнуть или выбить как лучше сказать эту стойку если у кого нет тоже такой автомобиль kia carens или подобные обратите внимание что здесь оказывается не гайка точнее гайка но она четырехугольная на приварена корпусу вот здесь вот то есть я пытался ее открутить хорошо что не сломал думал уже болгаркой буду резать оказывается нет нужно раскручивать вот именно сзади то есть у нас получается гайка приварена болт на котором держится стойка он выкручивается должен вот сейчас я получается уже почти достал уже вручную пошла вот 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 наш точнее наша стойка стабилизатора здесь у нас сайлент блок здесь у нас шарнир шарнир имеет люфт вот он цокает то есть сейчас нам нужно тут почистить это почистить тут тоже все закисало так 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 немного медной смазочки замазочки будет проще закручивать и к тому же следующий раз если кто-то будет снимать будет меньше проблем вот ну и сейчас получается я буду ставить сперва сверху а потом буду выгибать опять стабилизатор и просовывать бушка теперь главное чтобы не перекосило не забываем что он должен быть с этой стороны закручиваем получается в обратной последовательности как обычно выгибаем стабилизатор чем-нибудь и пытаемся продеть в ушко вот этот болт ну а потом сразу накидываем гайку вот и все дела ну тут тоже все конечно вышло не совсем как я ожидал то есть все таки сверху не нужно прикручивать до конца дать свободно болтаться пока мы не прикрутим точнее не проденем в ушко вот так просто проще и потом уже зажимаем и вверх и вниз вот как я сейчас первониз зажимаю естественно тут есть риск повредить резьбу когда вы просовываете в ушках ну я это делаю более-менее аккуратно правда конечно подобраться не так легко вот я держу сам сустав а с другой стороны у меня сейчас уже гайка на 17 так как это не оригинальный не оригинальная запчасть не оригинальная стойка ну оригинальная была на 14 от компании сети чего там степи вот ну да вот так вот потихоньку зажимает нижнюю ну и стойка получается на месте сейчас осталось затянуть там болт и здесь тоже самое ну и заключение хочу сказать что теперь у меня пропали стуки как спереди так и сзади после того как я заменил последнюю стойку заднего стабилизатора все теперь на автомобиле просто вообще очень комфортно передвигается ничего нигде не гремит то есть все стало просто супер надеюсь моё видео было кому-то полезным подписывайтесь на канал ставьте лайки всем пока и до новых встреч